Хотят ли русские войны? И вы услышите в ответ – нет, нет, нет. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю Приместровскую свою. Вместо официального приема – трогательные воспоминания о днях минувших. Этот небольшой зал не вместил всех тех, кто отставил право на существование нашей республики. Впрочем, медалями награждают не всех. Всего жители нашего города получат более полутысячи наград. Юбилейные медали вручат в несколько этапов. Мало кто из нас 25 лет назад верил, что через 25 лет мы встретимся в этом составе, и наша республика состоится. И хоть тяжело нам сегодня, но тем не менее то, что сегодня наше государство абсолютно соответствует по своим параметрам почти по всем параметрам любому развитому государству. «Служу родному Приднестровью» – эти слова звучали из уст защитников республики с особой гордостью. Многим из них в 92-м пришлось взять в руки оружие, чтобы встать на защиту своей семьи, своего города, своего государства. Сегодня они получат заслуженные награды. Для Лоры Лапухиной эта медаль имеет особое значение. Она отчетливо помнит и день, когда провозгласили республику, и как ее защищали. В 90-х, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам Приднестровья, женщины объявили свою – рельсовую войну. «Немногие из нас думали, что мы доживем до 25 лет и встретим в своем составе. Мы тогда были уверены, иначе бы не пошли. Мы создавали республику на века. Это наше было спасение». 25 лет – небольшая дата. Тем не менее, 25 лет мы живем в мире и спокойствии. И все благодаря им, нашим защитникам. Анна Овсяникова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.